так начнем еще раз здравствуйте здесь меня хорошо слышно тема у нас лептоспироз диалоги гипотогенез клинические признаки лечения при практике лептоспироз еще его называют болезни вели васильева либо водная лихорадка болотная лихорадка собачья лихорадка либо болезнь свинопаз является острой и занозной природной чековой бактериальной инфекции и характеризуется но она волнообразной лихорадкой также интоксикации поражение печени почек нервной системы и развитие желтухи и геморрагии извините меня сейчас слышно попадает звук или нет ничего остановилась чем не вылетел а про название сказала да почему второе название получила вели вели васильева потому что они описали как раз таки инфекционную форму желтухи который протекает с поражением печени почек а сам возбудитель был открыт в 1915 году двумя бактериологами японскими встречается у нас лептоспироз различных климатических и графических зонах чаще всего и распространено это восточная и юго-восточная азия то есть индия вьетнам индонезия япония также встречаются в италии в испании да в странах европы во франции в россии чаще всего регистрируется это краснодарский край калининградская тульска богоградская область в дальнем востоке значит сами липтоспиры они относятся к отделу глацеликус порядку спира хета спирихотелис семейства лептоспиры спири спира c рот спиры лептоспира значит выделяют два вида этого рода первый это липтоспира лептоспира энтероганс который патогенный это патогенные лептоспира и они вызывают заболевания у человека и животных а второй вид лептоспира бифлекса она это сапрофитные лептоспиры и они обитают в открытом водоеме и во влажной почве например болотистая почва также луга который заливает и так далее и эти лептоспиры они не патогены для теплокровных второй вид вот так же название лептоспироза происходит греческого лептос это тонкий и спира это спираль либо изгиб и строение соответствующие ну как на картинке значит сами по себе лептоспири представляют тонкие спирахеты размеры очень маленькие микрометром значит концы самих клеток уточку так я зашла сейчас сейчас не квакает он квакать начинает связь когда он пропадает наверно вся загрузится картинку окей спасибо загрузится но в лечебной практике я встречала но не так часто эти раз по хорелку у меня с спирозом это она по моему не сразу поставить диагноз только потому что они были у других клиниках нам пришли мы взяли на спироз положительно прошу дать на хорелку сейчас кое-что не маленьких размерах мы сказали значит дальше шестой лептоспиры они не образуют спор и капсул они обладают активной подвижностью такие красивые похожи на макароны какие-то да либо на этот на кудряшки значит совершает они вращательные поступательные сгибательные движения размножаются они поперечным делением основным структурным элементом лептоспири является осевая нить которая называется цветоплазматический также плазматический цилиндр который называется cpc и наружный покров значит сама схема лептоспир представляет из себя это наружный покров цветоплазматический цилиндр осевая нить это длинная вот этого да и максимальные концы осевая сама нить состоит из 12 14 микрофибрилл эндожгутики это еще и покрыта над чехлом микрофибриллы эти объединены две группы каждый из которой утолщенными и максимальными концами через систему дисков прикрепляется как раз таки к цитоплазматическому цилиндру на концах клетки и фибриллы выполняют двигательную функцию вокруг осевой нити винтообразно накручен накручен как раз таки цитоплазматический цилиндр имеющий внутреннюю мембрану внутри вот этого cpc цитоплазматического цилиндра находится геном либо сомы мезосомы и включения ну и геном представляет представлены двумя хромосомами значит сами по себе лептоспиры чувствительны у нас к высыханию и нагреванию низким ph и дезинфицирующим веществам прямые солнечные лучи могут убить их в течение двух часов при температуре 450 градусов они погибают через 45 минут при 45 градусах они погибают через 45 минут при 56 градусов в течение 20-30 минут значит при 70 градусов они погибают через 10 секунд если в случае кипячения то мгновенно также можно при помощи кислоты еще но убить кислисты щелочной среде значит этиловый спирт 20 процент подойдет хлористоводородная кислота 2 процентный фенол 0 5 процентный и откинатор сейчас используется государственной 5 процентный для обработки используют формалин на 20 процентный сейчас не знаю как с ним вообще но раньше его было очень много его тоже также использовали в течение пяти минут можно убить лептоспиры значит бактериальные действия по отношению к лептоспирам оказывают пенициллина тетрациклин и доксициклин да очень хорошо аминоглифазиды значит во внешней среде они сохраняются только во влажной почве и в воде и в значит выживать открытых водоемах они могут до 30 дней а в почвах во влажных могут находиться до 280 дней на продуктах сохраняться могут до двух суток значит широко распространены в природе выделяются они значит выделяют природные антропургетические смешанные чаги лептоспироза значит располагаться могут преимущественно в реках на заболочных участках уже сказала да там какие-то озера источниками лептоспироза являются грызуны первые это мышки крыски всякие полевки также ежи и землеройки насекомоядные у этих животных может протекать бессимптомно либо хронический хронической форме лептоспироз поражает почки и животные могут они могут быть пожизненными носителями и выделять своего возбудителя в почву поэтому когда например если случае с людьми происходит ситуация человек заболел пустим лептоспирозом жуток например появился и в больнице за могут сборе анамнеза в принципе у кошек мы можем да когда она не собирается уточнить если грызуны в доме а так как кошки нас охотится то вероятность болеть у них высокая значит собак собаки особенно охотничьи значит дальше харьки тоже могут охотиться и также могут болеть значит мочой больных животных загрязняется почва соответственно пищевые продукты особенно крысами которые лазят по столам растительности и выдаем и формируется за счет этого природные очаги инфекции и вот эти очаги они могут долгое время существовать случае если происходит заражение людей также животных то заражение происходит природных очагах у людей это чаще всего при каких-то сельскохозяйственных работах собаки и люди также во время охоты могут заболеть там рыбалка например употребление воды из водоемов и у животных то же самое из озера и как раз и у сельскохозяйственных животных то же самое значит антропургетические очаги это могут быть они как сельско так и в городской местности и вот как раз таки в антропургетических очагах рептоспироз источником энергии будут являться сельскохозяйственные животные домашние это крупно рогатый скот свиньи и домашние животные это собаки также могут быть пушные звери клеточного содержания это лисицы нутрия и грызуны что сельскохозяйственных животных протекает может протекать в нескольких формах это бессимптомная также стертая форма либо острая форма заболевания больные животные будут выделять возбудитель во внешней среду с мочой соответственно не будет тем самым загрязнять почву воду плазбище и корма и соответственно человек который будет контактировать будет заражаться при купании в водоемах запрязненных либо при контакте с больными животными во время если это касается искрестных животных то время убоя либо разделки тушь также заражение возможно при употреблении инфицированных продуктов и воды это не только человека касается это касается и собак и сельскохозяйственных животных человек если болеет то случае с человеком больных который болеет лептоспирозом выделение выделяет лептоспир в окружающую среду но источником самой инфекции он являться не будет значит входными воротами инфекции будут являться это кожные покровы слизистой оболочки ртовой полости на нос глаза желудочно-кишечный и мочепыловой тракт основными факторами передачи является вода и загрязнение различные продукты или какие-то пастбище которые загрязнены мочой инфицированных животных пищевые продукты это сырое молоко которые не обработаны или не обработаны до конца термически до конца мяса например плохо прожаренное мясо значит чаще всего и по сезонности это летнее осеннее время отмечаются очаги вспышки лептоспироза в случае если антропологические очки это это но в любое время и как раз таки в антропологических очагах часто носят заболевания у людей профессиональный характер это как раз таки ветеринарные врачи могут заболеть охотники и работники убойных пунктов и мясокомбинатов желтенький такой код значит в патогенезе выделяют несколько фаз лептоспироза значит первое это фаза заражения когда лептоспир проникает через поврежденную кожу либо слизистую оболочку и быстро проникает в кровь и с кровью заносится в органы и ткани где уже в течение нескольких дней происходит их размножение и накопление в месте входных ворот где инфекция попала будет воспаление отсутствовать и как раз таки эта фаза заражения является фазе инкубационного периода заболевания вторая фаза это фаза генерализации инфекция она отмечается при повторном поступлении возбудителя из очагов размножения сначала в кровь затем она поступает в почки печень в мозг в почечнике и эта фаза она уже как начальный период заболевания фазе генерализации инфекции третья фаза это фаза токсинемии здесь будет поражение токсинами возбудителя капилляров соответственно будет повышаться их проницаемость в результате чего могут развиваться может развиваться геморрагический синдром будут нарушаться функции почек надпочечников и печени поражение происходит при химии печени геморроза литроцитов и будет развиваться желтуха из-за того что происходит поражение почечных канальцев это будет как бы связано с нарушением мочеобразования и будет развиваться острая почечная недостаточность это фаза третья это уже самый такой разгар пик болезни и фаза формирования иммунитета четвертая это фаза значит в крови постепенно накапливаются антитела значит но значит после выздоровления лептоспиры могут длительное время сохраняться в почках и выделяться с мочой сохраняется в почках они могут до 40 дней если не больше клинические признаки значит он может проявляться в нескольких формах лептоспироз это первые первые значит геморрагический и ну без желтушный и желтушная форма и протекать может как острый под острый хронически в случае с геморрагической формы проявляется здесь будет проявляться слабость конечностей отказ от вот корма общее угнетение будет лихорадка повышение температуры взрослые особенно чаще всего это касается сельскохозяйственных животных они абортируют на любом сроке беременности либо если она не абортировала допустим перед самыми родами заболела то рожденный молодняк у рожденного молодняка будет диарея и через какое-то короткое время они погибают у сельскохозяйственных животных в случае если это крупно рогатый скот молоко будет приобретать желтый цвет также через какое-то время будут обнаруживаться очаги некроза в области вымени ртовой полости наружных половых органов также головы свиньи абортируют в восьмидесяти процентах либо если рожают рождаются просят они также погибают у собак будет присутствовать рвота также будут будет наличие кровоизлияния на слизистых оболочках диарея будет с присутствием крови могут также запоры быть и моча будет небольшими маленькими порциями то есть задержка мочи желтушная форма она в основном протекает у молодых животных до того пока не проявится желтушность температура тела будет повышена дальше температура тела уже может прийти в норму слизистые оболочки кто видел будет желтого цвета они могут быть либо светло-желтого либо насыщенно-оранжевого поэтому все гепатитники которые к нам приходят можно в принципе ну если с температурой то при сборе анамнеза нужно исключать липоспироз значит также будет чертоваться поднос либо запор с примесью крови и моча будет оранжевого цвета в случае если у нас протекает липоспироз в хронической форме хроническое течение то здесь будет постепенное истощение животного и на коже будут появляться некрозы а в случае с безсоциальной тушьми геморрогическими то заболевание выделяется с мочой и в этом случае заболевание устанавливается сирологическим методом ну инфекционный период в случае с геморрогическими на 12 дней будет в случае поражения с почек отмечается аллигурия в моче можно выявить повышенный белок репроциты лейкоциты я беру эти картинку для публики значит диагностика материал берут это кровь либо сыворотка крови спина или мульковая жидкость моча также если необходимо если недостаточно то исследуют воду и продукты применяют для исследования бактериоскопические бактериологические сирологические методы также метод ПЦР и биопробу в течение первых дней первой недели заболевания проводят микроскопическое исследование крови посев крови на питательные среды также ПЦР и диагностику и при исследовании также лаборатории производится заражение лаборатории животных в случае когда уже происходит конец первой неделе идет вторая неделя заболевания и так далее то в крови уже могут появиться антитела и здесь используют методы РМА микроаглютинации липтоспир также реакция глютинации на стекле РА и иммуноферментные методы ФА это когда уже антитела вырабатываются значит бактериоскопический метод он нам позволяет обнаружить лептоспиры в течение первых дней болезни в крови далее уже где-то на 7-8 день на 2 неделе мы можем уже в осадке мочи обнаружить при появлении мазков ну и еще далее в принципе мозговой шуткости может быть ложно-отрицательный да не всегда он точно этот метод там нужно большое количество клеток чтобы обнаружить значит ну и происходит это исследование значит при окрашивании мазков значит в бактериологическое исследование здесь исследуют кровь, мочу, ликвы и жидкие сывороточные питательные среды в жидких скелетах питательных значит используют питательные среды это ферворта, вольфа, терских, улингута и рибошенко выращивают в течение 15-20 суток при температуре от 28 градусов потом во время этого исследования значит пока она растет значит выросшую среду ее пересеивают уже на более плотные среды для выделения чистой уже культуры ну и самые распространенные сирологические методы как раз таки фара РСК они позволяют обнаружить антитела уже в конце ну уже там на второй неделе когда они появляются некоторые в конце первой недели здесь используются парные сыворотки крови которые взяты например по начале заболевания и через неделю там 10 дней и там как они соотношения ну смотрятся лечение значит для лечения используют антибиотики то есть это циклиновые ряд пенициллины могут использовать в сочетании с иммуногогулиными пенициллинами значит чаще всего применяется ну противолептоспирозные сыворотки не знаю у нас ее нет ну вообще не знаю как в этих линках может есть значит используют чаще всего стриптомицид внутримышечно это 10 тысяч единиц на килограмм живого веса для инактивации назначают тротропин в дозе 2-5 миллиграмм но также можно использовать значит доксциклин тетрациклин и вариант антибиотиков в случае с людьми в случае с людьми всего пенициллин используют а также тоже иммуноглобулины используют гетерологический который получается там из крови гипериммунизированных валов сам лептоспир иммуноглобулины который применяется для лечения людей он бесцветная жидкость которая содержит антитела к таким серотипам теперь как паном апомона террасовий и так далее ну в принципе у меня все ну для животных можно структурить ну либо токсициклин 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 где-то за счет 10 миллиграмм килограмм вот пожалуйста надеюсь все понятно если вопрос нет то там я задерживаю спасибо пошли